здравствуйте сегодня говорим о плюсах атомной энергетики плюсы разбиты на три категории социальные экологические и технические социальную категорию отнесены следующие преимущества атомной электростанции первое это малое количество первичного энергетического ресурса то есть урана это позволяет установить электростанцию практически в любом месте так как очень удобно логистика доставки этого урана в любую точку также к очевидному социальному плюсу следует отнести то что при работе атомной электростанции экономится органическое топливо в счет будущих поколений и наконец дешевизма энергии к экологическим плюсам следует отнести отсутствие выбросов в атмосферу таких которыми сопровождается работа электростанции на органическом топливе отсутствуют золоотвалы нет водохранилищ как это характерно для электростанции гидроэнергетики не нужен атмосферный воздух забор которого сопровождает работу электростанции на органическом топливе для поддержания реакции горения и наконец наиболее сегодня актуальный экологический плюс атомной электростанции это низкий углеродный след к техническим следует отнести две важных характеристики это высокая эффективность оборудования в силу того что единичная мощность атомных энергоблоков очень высокая и высокий коэффициент использования установленной мощности который для атомных электростанций больше 90 процентов и для современных энергоблоков составляет 95-96 процентов а теперь более подробно рассмотрим эти положительные стороны работы электростанций мало топлива требуется для работы атомной электростанции 1 тонна урана эквивалентно приблизительно трём миллионам тонн каменного угла вот эта полёсенькая точка это уран для атомной электростанции это уголь для электростанции на угле это это позволяет получить приблизительно одинаковое количество энергии вот что является определяющим преимуществом атомной энергетики именно по этой причине атомная энергетика развивается до сих пор с точки зрения размещения атомной электростанции каких-либо территорий можно видеть как размещены электростанции в нашей стране на этой карте и где планируется строить перспективные электростанции вот у нас основные угледобывающие регионы например и если уголь вот этот уголь транспортировать вот сюда например на кольский полуостров понятно какая логистика нужно для того чтобы обеспечить транспортировать то же самое и с газом а загрузка атомного реактора составляет приблизительно 120-160 тонн это для реакторов типа ввр 120-160 тонн это 2-3 железнодорожных вагонов такое количество топлива можно перевести только по железной дороге но и автомобилями самолетами и даже вертолетами при необходимости вот танцы билибинская совершенно далеко в отрыве от каких-то логистических путей вот полуострове камчатка который сегодня кстати говоря снабжается первичным топливом при помощи флота по стоимости электроэнергии сегодня можно найти достаточно большое количество разных картинок сравнивающих различную выработку электроэнергии по стоимости это некоторые из них везде можно видеть что атомная энергетика находится в достаточно выгодных условиях вот атомная энергетика вот атомная энергия вот атомная энергия по сравнению со многими видами и способами генерации ну а если сравнивать атомную энергетику с другими возобновляемыми способами производства энергии то конечно в этом случае атомная энергия выглядит вне конкуренции вот у нас фото вольтайка например вот тепловая солнечная энергия ветер здесь тоже самое солнечная энергия здесь тоже самое солнечная энергия атомная энергия по каким-то оценкам Атомная энергия сопоставима с другими способами производства энергии на органическом, например, топливе. По каким-то она даже лучше, как вот здесь. Но в целом стоимость энергии, полученной на атомных электростанциях, следует считать достаточно низкой. Углеродный след – это современное требование к генерации энергии любого вида. Более того, сегодня углеродный след определяют для производства любого вида товара. Будь то, например, сталь или автомобиль или микросхема. В этом смысле оценка углеродного следа от разных видов генерации представляется особенно важной. Так вот, по любым оценкам углеродный след, который производит атомная генерация, относится к самым незначительным. В некоторых случаях оценка говорит, что атомная энергетика в лучших условиях на первом месте. В некоторых оценках она на втором месте и уступает ветрогенерации. Но во всех случаях это существенно меньше или, можно сказать, незначительно по сравнению с углеродным следом, который оставляет генерация энергии на органическом топливе. Конечно, генерация энергии на органическом топливе, в первую очередь, смотрите на верхнюю картинку, красные столбики, связана с тем, что оксиды углерода получаются в результате горения этого углерода. Для возобновляемой энергетики этот эффект отсутствует, но даже и среди возобновляемой генерации атомная энергетика находится в наилучших условиях. В районе 10 г на киловатт-час выбрасывается углерода от действия полного жизненного цикла атомной генерации. Здесь оценивается выброс двуокиси углерода, в том числе и в результате производства оборудования, на котором работает, например, атомная электростанция или ветро, генерирующая установка. Из технических показателей мы рассматриваем только КИУМ. Это важный показатель, коэффициент использования установленной мощности. Этот показатель характеризует то, сколько часов в году энергоблок работает. Если энергоблок работает ровно полгода на полной мощности, то тогда коэффициент использования этой мощности будет равен 50. В среднем по России вы видите коэффициент использования установленной мощности равен приблизительно 52%. Здесь в табличке показан коэффициент использования установленной мощности для разных видов генерации. Можно видеть, что для атомных энергоблоков в России он составляет по факту в районе 80%, что намного выше, чем любая другая генерация. А это электростанции России. Для некоторых электростанций этот показатель свыше 90%, у некоторых на уровне 90%. И только Билибинская атомная электростанция, это достаточно маломощная электростанция, 48 мегаватт, всего ее установленная мощность. Она построена очень давно, на севере, обладает не очень высоким показателем КИУ. Все о преимуществах атомных электростанций. Недостатки смотрите в следующем видео. Спасибо за внимание. До свидания.